ПЕСНЯ 73-й День Победы встречают во всем мире и все вместе. Целыми семьями, организациями, учебными заведениями. Этот праздник один на всех. И каждый россиянин имеет право сказать, что это его праздник. День Великой Победы, День Освободителей и Победителей. День Победы всегда встречается с приподнятым чувством. Всегда гордость за нашу страну, за нашу армию. За то, что мы победили, за то, что мы победим. За то, что мы все делаем для того, чтобы никто не сунулся к нам. Вот такое чувство. Чувство гордости. Вся семья у меня здесь. Вся семья. Сын, внуки, правнуки. Про правнук. Что пожелаете самому молодому поколению? Чтобы день сегодня был хороший и чтобы не было больше никогда, чтобы они не знали то, что мы познали мы. У меня дядя погиб на войне. Слезы на глазах, не могу больше говорить. У меня отец на фронте воевал, был награжден много раз и пришел живой с фронта. И для меня, у меня четыре дяди погибли на фронте, поэтому для меня этот очень дорогой праздник. Для меня этот праздник, в первую очередь, это победа нашего советского народа над всеми вражескими силами, непосредственно фашистскими, которые пытались, ну, можно сказать, поработить наш народ. Я считаю, что этот праздник, он объединяет наше общество, что это один из главных, один из самых светлых праздников в нашей стране. Главными героями праздника, конечно же, стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. Словом, все те, кто без устали трудился всеми силами, приближая день разгрома фашистских захватчиков. Именно в их адрес сегодня звучали многочисленные слова благодарности, как от официальных лиц, так и от простых горожан. Мы можем гулять в мире, мы живем хорошо. Вот я дочке рассказываю, как война, но я не хочу войну. Сергей Константинович, командир Катюш, 26 лет пошел на фронт. Прошел всю войну. День победы над фашизмом, день, когда закончилась Великая Отечественная война, когда начался мир во всей России, во всем мире. Ты каждый год приходишь сюда, вот на мир? Каждый год. День памяти моих дедушек. Они оба воевали, один воевал на Украинском фронте, другой на военной железной дороге. Надо за своих погибших прийти к ним, положить цветы. Ну, как сказать, это принято так. Даже кого мы не знаем, мы им все равно должны быть благодарны за то, что они воевали за нашу страну. У меня воевала прабабушка, она участвовала в обороне Ленинграда. Ровно в полдень у Вечного огня начался торжественный митинг. Представители администрации района и города, ветераны, школьники, студенты, горожане и гости Сергея Посада собрались, чтобы возложить цветы и почтить минуту молчания память павших в бою героев. Благодарная Россия и весь российский народ склоняет голову перед великим подвигом советского война, перед его доблестью и героизмом. Глава района Михаил Токарев поздравил ветеранов и тружеников тыла с праздником Великой Победы. Я поздравляю каждого ветерана, фронтовика, который вставал на смертный бой из окопа и шел к единственной цели – освобождению Родины. Я поздравляю медицинских работников, я особо поздравляю тружеников тыла, которые без сна, без отдыха лечили солдат, готовили снаряды, технику, шили одежду для фронта. Каждый гражданин нашей страны ковали эту великую победу. Вот именно этими слезами, этими молитвами, этими жертвами вы сделали наше будущее, вы спасли нас. Низкий вам поклон. После минуты молчания гимна Российской Федерации состоялось возложение венков и цветов к мемориалу славы. КОНЕЦ 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 Встречаем вас с трепетом, с радостью, но, как в известной песне, со слезами на глазах. Вспоминаем подвиги наших героев, тружеников тыла. И, конечно, еще раз благодарим тех людей, кто подарили нам эту победу, чистое небо над головой. Подрастающему поколению хочется пожелать как можно дольше, как можно больше нести в свет память о наших прадедах, о наших дедах, чтобы никогда никто не мог забыть такого события, которое произошло в нашей великой, могучей стране, когда наши деды, прадеды защищали нашу Родину. И мы это должны помнить всю жизнь и нести это как можно дольше. И наши дети об этом должны знать и помнить всю жизнь. Поздравляю всех жителей Сергиева Посада с праздником Великой Победы. Здоровья вам! Здоровья! Здоровья! Мы приходим давать честь павшим в днах наших дедов, правнуков, дедов, матерей, которые кували эту победу для нас, что мы с вами могли прийти сюда и отдать память. Ради их мы живем. Они дали нам путевку в жизнь. Мы всегда коллективом. Все люди добровольно идут отдать эту память. Возложили цветы к мемориалу и почетные граждане Сергея Посадского района. Те, кто в послевоенное время поднимал и развивал наш район. Для меня этот праздник очень дорог, потому что все мои родственники ушли на фронт. И, в общем-то, практически деды погибли. И осталась у нас из военных только одна бабушка, которая дожила до 95 лет. В том году мы, к сожалению, ушли. А сюда мы приходим с друзьями и возлагаем сюда, к моему деду, младшему политруку Бокову Сергею Андреевичу, цветы возлагает. И поэтому, конечно, праздник этот вызывает у нас естественные эмоции, и, как в песне, и радости, и горести вспоминаем их. Ну, в общем-то, все понимают, что главное – это подвиг. Подвиг, который совершили все здесь покоившиеся герои, наши односельчане. И, конечно, каждый из них достоин памяти, глубочайшего уважения. И чтобы все живущие сегодня понимали, что жизнь они отдали не зря. Очень хорошо, что всегда так много народу. Стали как о рочи речи, а народу стало больше. Потому что, действительно, люди понимают, как это важно – сплочение, уважение, память. Ну, вот ради чего мы все живем. Ради чего погибли наши близкие и родные. Поздравляю и ждем Победы! Это та память, которую мы должны свято хранить в себе и передавать нашему молодому поколению. Вот я сегодня со своим внуком пришел. У меня еще там четверо внуков здесь рядышком гуляют. Народ, который помнит и чтит свои корни, чтит свою историю, обречен только на победу. Если нет памяти, нет истории в наших сердцах, мы, как народ, как государство, мы будем очень слабы и просто вымрем. Мы должны память помнить и хранить эту светлую память о народе победителей. Это память, народная память о той дикой совершенной войне, которая была в 45-м году, в 41-м, 45-м. Мы завоевали мир, помогли всему миру. Мои предки ковали победу. Сергей Александрович Лебедев, артиллерист, дошел до Берлина, его подпись есть на Рейхстаге. И по папиной линии мой прадедушка Михаил Иванович Рыжков, он был танкистом, тоже дошел до Берлина, одержал победу. И они оба ушли уже в мирное время, но память о них жива. И вообще жива память о русском подвиге, подвиге русского народа, потому что действительно 4 года страшной войны. И хочется пожелать всем нам, чтобы нам, не дай бог, испытать такое тяжелое время, и чтобы всегда над нашими головами было мирное небо. Георгиевские ленточки, белые шары и красные гвоздики – в этом году все было все так же, как и много лет назад. Только вот участников Великой Отечественной войны на торжественных митингах становится все меньше с каждым годом. Но они продолжают свое победное шествие в Бессмертном полку. В акции, которая проходит чуть позднее, участники митинга выразили пожелание к организаторам в следующем году объединить по времени и торжественный митинг, и шествие Бессмертного полка. Мне бы хотелось обратиться к жителям нашего города, во-первых, поздравить всех 9 мая, поздравить с праздником Победы и обратиться ко всем людям. Мы хотим, чтобы митинг, минута молчания, шествие вместе проходилось с Бессмертным полком. Если это возможно, от кого это зависит, пускай нас это услышат. Благодарю всех ветеранов с Великим Днем Победы. Огромное вам спасибо за эту победу. И хотелось бы, чтобы услышали действительно наш народ, что мы помним эту победу, помним эти жертвы, которой ценой они были завоеваны, эта победа. И хотелось бы, чтобы Бессмертный полк возлагал цветы вместе со всеми на митинге и слышали наши дети, наши внуки, какой ценой была завоевана эта победа.